Продолжение следует... — О чем идет речь? Вот буквально в эти часы случилось удивительное, потому что, на мой взгляд, президент Соединенных Штатов Америки, Байден, перешел все возможные границы, я не скажу разумного и элитического, а вообще какого-то адекватного, потому что... — Давайте просто покажем, что сказал Байден. — Давайте, да, это его прямая цитата. — Прямая цитата? — Господин президент, ваши комментарии. — Господин президент, каким будет ваш следующий шаг для помощи Украине? Какой следующий шаг для помощи Украине? Если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется дорого заплатить за это. — Ну, что такое, коллеги-республиканцы? Это граждане Соединенных Штатов Америки. Это не инопланетяне, это не жители новых регионов России, это не, кстати говоря, китайцы. — Это граждане Соединенных Штатов Америки. Вот те самые граждане, которых представляет этот президент США. Не все за него голосовали, а многие считают, что и большинство не голосовало. Но так или иначе он их представляет. Он кому угрожает? Вы только вдумайтесь. Он угрожает своим собственным гражданам. Вы понимаете, о чем идет речь? Не политическим оппонентам, а гражданам. — Теперь к вопросу относительно того, да ладно, может, это пустая фраза. Я напомню, именно эти слова, вот практически дословно, в той же самой формулировке, именно этот же самый человек, Байден, произнес в начале 22-го года в адрес России и тоже в контексте Украины. Вы же прекрасно помните, когда ему задавали такие же вопросы, да, относительно того, что там с будущим Украины, он сказал, что если только Россия посмеет сделать или не посмеет сделать так, как сказали Соединенные Штаты, она пожалеет об этом и Северного потока-2 не будет. Это же он сказал. Я ничего не преувеличиваю. Именно так было сказано. Прошло полгода, и Северный поток-1 и 2 были взорваны. На месте американского энергетического сектора тех людей, которые владеют энергетическими компаниями, а это что значит? Это перерабатывающие заботы, это хранилища где-нибудь там в районе Техаса и других регионов. Я бы, знаете, усилила бы охрану, потому что через несколько месяцев то, что сказал этот человек, может реализоваться на практике. Чем же теперь могут Соединенные Штаты помочь Украине, когда они говорят, что готовы наказывать уже своих граждан, карать их до такой степени, что они пожалеют, если не будут помогать Украине? Да только деньги, деньги выделять на это. А куда идут эти деньги? Эти деньги идут обратно этой же как бы демократической команде. То есть смысл только в одном, в бандитской разборке. Они говорят вот так, не по-пацански и даже не по-пахански. Они говорят, извините, но я назову это как есть, просто по беспределу. Извините еще раз меня, что если кто-то им помешает выбрать все деньги, которые они наметили для вывода у американского налогоплательщика, то эти люди и эти силы пожалеют. Мария Владимировна, ну это в вопросах международных, но у нас была всегда иллюзия, что американцы за своих граждан весь мир порут. И вот убийство в харьковских застенках американского гражданина, которую заметил Такер Карлсон, эту трагедию заметил еще ряд публицистов, но не заметил Госдеп, не заметил президент США. Вот этот конкретный случай должен стать, ну я понимаю, что не финальным и, наверное, не главным, но каким-то отправным моментом в осознании вот этой глобальной мистификации. Кстати говоря, ведь права человека, свободы, что там еще, защита гражданского населения, помните даже, это же их была концепция, ответственность по защите. Использование или применение экстратериального, так сказать, апеллирования к праву только ради того, чтобы защищать гражданское население. Работает для всех, кроме Гонзалеса Лиры, который критиковал и Зеленского, и Байкена. Вы только что говорили про Йемен. Это же одно из беднейших государств, которое страдает много лет. Для них Йемен ничто. И теперь по поводу их собственного журналиста. Это человек, у которого было в том числе американское гражданство. Не вид на жительство, не грин-карта, не долгосрочная виза. Гражданство США. Это первое. Второе. Это человек, который был журналистом плоть от плоти. Не по касательной, не где-то, знаете, последние пару дней. А по-настоящему многие годы он был журналистом. И вот меня спрашивали, когда просили прокомментировать эту ситуацию, а понесет ли режим Зеленского ответственность за убийства, я не знаю, как сказать, пытки, приведшие к смерти этого человека. Режим Зеленского понесет ответственность за свою неонацистскую сущность. Глобально за все. А вот за это конкретный случай, конечно, должны нести ответственность не на банковый. Они свое получат. И это им впишется тоже. Но глобально кто несет ответственность? Это Белый дом. Выдавая миллионы на содержание режима Зеленского, они могли поставить это в условия просто за следующие 10 долларов. Понимаете? Не под миллион или миллиард. Не под следующую, так сказать, порцию или партию каких-то там беспилотников или тяжелых вооружений. А просто за следующие 10 долларов на дозу Зеленскому они могли сказать, а вот этого парня нашего, американского, отпустите. Или по крайней мере, по крайней мере, сделайте так, чтобы с ним ничего не случилось. Они все это знали. И они отдали своего американского гражданина, журналиста, не просто на откуп. Им нечего было откупаться. А как расходный материал. Как они называют эти жертвы? Collateral damage. Как это называется по-русски? Сопутствующий ущерб. Даже, я бы сказала, просто как мусор. Как пыль, на которую не надо обращать внимание. Ну, убирают они там, знаете, стряхивают эту всю вот ерунду там с полочек. Ну, вот там кто-то еще. Все. А теперь давайте вспомним, как буквально каждую неделю вот этот самый президент Байден, этот самый госсекретарь Блинкин и все вот эти вот люди там в Конгрессе, в Сенате и так далее, и так далее, говорят о том, что жить не могут, пока Гершкович, их журналист, американский гражданин, не вернется в Соединенные Штаты Америки. Вопрос. А в чем же разница? Как вы думаете? Нет, Владимир Рудольфович, не в том, как Гершкович освещал ситуацию вокруг России или Украины. Не в этом дело. Дело в том, что Гершкович работал на американские спецслужбы. Вот и все. И об этом убедительно... Но Полу Илана это тоже не помогло. И об этом убедительно свидетельствуют факты, предоставленные теми, кто его задерживал с поличным. Да там сомнений нет. И только поэтому, только поэтому его имя еще как-то где-то на плаву периодически, хотя, как вы понимаете, вы же видите, с каким чувством они говорят. Ибо у Уилани, и о Гершковиче была бы возможность и их бы слить, они бы сделали это не задумываясь. Я просто жду, когда появится в мире акт Лиры, когда будут преследовать украинских следователей, разнообразных чиновников. Ну так это же было бы разумно. Вот это очень интересная тема, потому что она меня возвращает к теме Йемена. И как вам не покажется странным, к теме Остина и его внезапного заболевания. О, да. А вы не думаете, что Остин неплохо знает историю своей страны и как дела в его стране, Соединенных Штатах, стряпаются? И, возможно, Остин очень хорошо помнит, как подставили его коллегу по предыдущей администрации Пауэлла с пробирочкой. И, может быть, Остин не хочет быть вот тем самым козлом отпущения, если не сказать опущения, который так нужен сейчас администрации Байдена. Вы не думаете, что такая может быть история? Красивая версия. Что он просто обеспечил себе так называемое алиби. Медицинское. Да, медицинское. Да, были удары. Да, их кто-то произвел, Пентагон, и очень может быть, что он был в курсе и так далее. Но, если что, он был в реанимации. Ведь он же понимает масштаб того, к чему приведут эти бомбардировки. И что они полностью незаконные. И завершаясь с того, что начали. Чего нам ждать от визита министра иностранных дел к НДР в Россию? Во-первых, переговоров. Во-вторых, конечно, будут еще спекуляции, их будет немало. Они же все время вбрасывают в западники историю про то, что Россия себя как-то не так опять ведет, не имеет права общаться с Северной Кореей. Мы имеем право делать все, что считаем нужным, с учетом того, что постоянно декларируем уважение к международному праву. Мы ничего не нарушаем, мы развиваем отношения в различных сферах с нашими партнерами.